Дорогие друзья, в прошлом выпуске был задан вопрос, в каком году Москве было присвоено почетное звание «Город-герой» и на каком из символов Москвы этот статус нашел свое отражение? Правильный ответ. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 года вознаменования 20-летия победы в Великой Отечественной войне городу Москве было присвоено почетное звание «Город-герой» с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». Статус Москвы, как город-героя, нашел свое отражение на таком ее символе, как знамя Москвы. Над навершием древка прикреплены две ленты с вышитыми наградами, которых Москва была удостоена в советское время. На первой ленте как раз и помещены изображения ордена Ленина и медали «Золотая звезда». Сегодня мы расскажем вам об одном очень интересном экспонате, о билете второй денежно-вещевой лотереи, которая состоялась в 1942 году. Внезапное нападение Германии нанесло колоссальный ущерб экономике и финансовой системе Советского Союза. Наступление немцев привело к тому, что на оккупированной территории оказалось множество отделений Госбанка. Они были разрушены и уничтожены, а страна нуждалась в деньгах. В несколько раз возросли расходы на оборонную промышленность. И поэтому правительство вынуждено было включить печатный станок и начать эмиссию денежных средств. Большое значение имели добровольные пожертвования граждан нашей страны. Люди массово перечисляли в фонд обороны денежные сбережения, передавали другие материальные ценности. Большой вклад в дело победы внесла русская православная церковь. Во многих епархиях и приходах был организован сбор денежных средств и ценных предметов. Одним из действенных способов пополнения военной казны стали общесоюзной лотереи. Первая такая лотерея была проведена в 1941 году. 27 ноября 1941 года Совет народных комиссар СССР выпустил постановление о проведении первой общесоюзной денежно-вещевой лотереи. Для того, чтобы понять, насколько важным виделось проведение этой лотереи, достаточно вспомнить, где в этот день проходила линия фронта. Враги стояли на ближайших подступах к столице. Стоимость билета первой лотереи составляла 10 рублей. Вторая лотерея и условия ее проведения были определены в 1942 году. Стоимость билета возросла в два раза и составила 20 рублей. В оформлении билета угадывалось дыхание войны. На картинке изображен командир с биноклем, он указывает в сторону противника. На заднем плане боец с винтовкой, а рядом пулеметчик, целится врага. Интересно то, что на билетах первой денежно-вещевой лотереи никакого художественного оформления нет. Пустые поля, номер билета, серия билета и герб государства. Лотерея предусматривала денежные выигрыши и вещевые. Среди вещевых дамские каракулевые пальто, мужские каракулевые шапки, отрезы на мужские и женские костюмы, обувь, столовые наборы из серебра, серебряные подсигары, часы, другие предметы. Стоимость денежных призов составляла 50 тысяч рублей, 25, 10, 5, тысяча, 500 и 100 рублей. При желании владелец билета мог вместо вещевого выигрыша получить деньги. Денежные призы выплачивались сразу же после проведения тиража. Вещевые призы высылались на адреса владельцев лотерейных билетов главным управлением Гострудсберкасс и госкредита. В общей сумме за годы войны лотерейных билетов было реализовано на 13 миллиардов 52 миллиона рублей. Из них 10 миллиардов 442 миллиона пошли на оборонную промышленность. Внимание, вопрос. Когда в истории нашего государства впервые была проведена государственная лотерея? И сколько розыгрышей состоялось в годы Великой Отечественной войны?